Как известно, в «Маленькой капле воды» при желании можно рассмотреть всю грандиозную картину мира. Но это при очень большом желании. Ибо охота исчезнет запросто, если вы станете смотреть пристально, что пьете изо дня в день. А картина повергнет в уныние, ибо куда-то муж мутаноподобным персонажам Босха. Недавняя радость отцов города по поводу установки очистных сооружений на водоканале еще ни о чем не говорит. Специалисты-то смотрят на происходящее не сквозь розовые очки, а увеличительные стекла. Петрозаводский водоканал вынужден применять повышенное содержание остаточного хлора в питьевой воде, что противоречит ГОСТу вода питьевая и происходит образование канцерогенных веществ хлорофоров. «Не поможешь хлором», – вынесла вердикт главный специалист по природе. И еще с 1992 года убеждала городские власти решить хоть что-нибудь с ливневой канализацией. Упоминала о перепадах рельефа местности. Указывала на стоки ливневых вод, стекающих в озеро. Обращала внимание на множество предприятий по прибрежной зоне вместе с их отходами. Грозила, что пока стало дурно только рыбам. На все это в Комитете по городскому хозяйству дожидаются, вероятно, когда рак свистнет. Не выделяется ни из городского бюджета, ни из федерального бюджета на эти объемы работ, которые примерно равны, по данным Комитета по городскому хозяйству, на 500 миллионов рублей. Чем мотивирует это? Считаю, что это преждевременно. Разумеется, за это время цены проекта из миллионов выросли в миллиарды. Навес слух о несвоевременности проекта. Вскоре он материализовался в долгострой, ну и зацвел плесенью. Так что утешьте с тем, что в жизни вашей и без того много проблем, нежели токсичная вода. Ведь если внимания не обращать, так это мелочи, просто капля в море.